Как и денег заработать и окружающей среде не навредить, а еще лучше помочь. О том, что нужно знать бизнесменам в области охраны природы, будем говорить сегодня с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Чувашской Республике Александром Рыбаковым и Чебоксарским природоохранным прокурором Ириной Бородиной. Здравствуйте. У нас с вами в стаканах вода, вода местного производства, местного разлива. Судя по тому, сколько у нас производится и продается воды, у нас запасов много. А вот, предположим, я предприниматель и тоже хочу вырыть скважину, добывать воду и продавать людям. Вот в этом случае что мне нужно знать о использовании нетр природных, в частности, воды? К нам поступали такие обращения предпринимателей, у которых есть скважины, причем на очень серьезные глубины. И, соответственно, многие из них полагали, что могут, не получая разрешительных документов, соответственно, заняться бизнесом по разливу и продаже воды. И здесь вот еще что нужно сказать. То, что есть изменения в законодательстве, которые касаются садоводов. И вот я думаю, что Ирина Михайловна бы нам бы разъяснила конкретно всем предпринимателям, в том числе и гражданам, что касается лицензионного порядка, то есть добычи воды. То есть нужно в первую очередь получить какие-то документы, прежде чем начать что-то рыть у себя, например? Да, действительно, здесь регулируется закон о недрах, где четко прописано, что необходимы лицензии на недропользование, в том числе на подземные воды. Не нужно лицензию, если это не предпринимательская деятельность. То есть если на своем земельном участке землепользователь или собственник участка будет добывать воду для собственных нужд, причем ограничение стоит в законе до 100 кубических метров в сутки. И добыча должна осуществляться не из источника, который пользуются все люди, то есть не централизованный источник, и над ним. Вот тогда это можно без лицензии осуществлять. Во всех остальных случаях необходима лицензия на недропользование. Соответственно, там и оформлять земельный участок нужно, это понятно. Но основное это лицензия на недропользование. Если до 500 кубических метров в сутки, это Министерство природных ресурсов, а выше это уже отдела Чувашнедра. Продолжу тему про воду. Бесхозные пруды. Есть ли такие вообще у нас на территории республики? То есть может быть это мне кажется, да? Вот едешь по, например, республике, множество прудов. Есть ли у нас бесхозные или они все кому-нибудь принадлежат? Вот что касается бесхозяйных прудов, то к нам приходили предприниматели, которые бы как раз таки хотели бы заняться бизнесом в виде разведения аквакультуры или создания туристических, водных объектов. Есть, но там сложность заключается в том, что они как раз таки и не знают, с чего начать. То есть и вот как раз таки мы обращались и в природоохранную прокуратуру за разъяснением. Я думаю, было бы полезно всем телезрителям узнать механизм. Да, хочу разводить карпов в пруду. Что делать? Значит, у нас мы разработали памятку в 2018 году по использованию полномочий органами местного самоуправления в отношении водных объектов. Дело в том, что у нас водные объекты, реки, озера, они считаются федеральной собственностью. Есть такое понятие, как землеводного фонда. Но есть же в то же время и пруды, и обводненные карьеры, которые находятся на землях, населенных пунктах, которые не то что являются безхозяинами, просто они находятся на земельных участках, которые не разграничены. Право собственности, соответственно, считаются государственными. Но закон о введении действия водного кодекса разъяснил, что если пруд такой, обводненный карьер, не находится ни в чьей собственности, ни в федеральной, ни в субъектовой, ни в частной, то если он находится на территории нескольких поселений, он принадлежит району. Район им распоряжается. Если находится на территории одного поселения, то принадлежит поселению. И им распоряжается поселение. Просто понятия бесхозными, мы в данном случае, если с вами будем обсуждать, только в том ракурсе, что они не поставлены на учет. В водном реестре их не значится. Они просто следуют судьбе земли. Вот если земля неразграниченная, ничейная, то на территории поселения непосредственно этот пруд будет распоряжаться поселением. То есть я, когда хочу разводить карпов, могу в аренду взять у соответствующего поселения? Или в собственность. Для этого нужно оформлять право на землю. Земля, соответственно, когда у нас бывают случаи, что когда проводится межевание участка, и забывают, что там находится пруд. Не видят его, межовщик там не досматривает. И в итоге получается, что участок незаконно сформирован. Поэтому нужно, чтобы главное, участок был законно сформирован. Выяснить, не является ли этот пруд, не имеет ли он гидравлическую связь с федеральным водным объектом. И не зарегистрирован ли он как объект собственности другого лица какого-либо. И тогда уже можно обратиться в поселение или либо в район, чтобы понять, кто распоряжается этим земельным участком и прудом вместе с ним. Вот нюансов очень много. На самом деле вы сейчас перечислили, Александр Николаевич, а куда идти предпринимателем? Хочу разводить карпов. Кто мне поможет выяснить все эти нюансы? Правильно ли размежеванный участок? Действительно, является он связан с другим каким-то водоемом? Да, там, встекает, вытекает. Вот кто поможет предпринимателем? Предпринимателем органы, природоохранные, Министерство природных ресурсов, отдел водных ресурсов, отдел водных ресурсов, Верхневоргского бассейна водного управления. Вот у нас в памятке это все прописано. А к вам могут попросить, что они должны посоветовать? Ну и к нам в том числе и предохранную прокуратуру, и в Министерство природных ресурсов. Но дело в том, что еще нужно понимать разграничения, что у нас есть товарная аквакультура, понятие в законе об аквакультуре. Она бывает, ну, больше всего распространена пастбищная, прудовая. То есть крокодилов выращивать нельзя, скорее всего, в Чуваших прудах? Или я неправильно понимаю? Ну, вряд ли кто-то захочет крокодилов выращивать. Обычно выращивают то же самое, что и разводятся в речке. И вот прудовая аквакультура, ее смысл внесли изменения в закон, что для прудовой аквакультуры не формируются рыбоводные участки. И получать разрешение, решение о пользовании для разведения рыбы от органов рыболовства не требуется. Это не значит, что не нужно соблюдать ограничения, которые обязывают по водному кодексу прибрежной, водоохранной зоне и свободного доступа людей. Размещение объектов границы имеется в виду. Да, потому что помимо рыболовства, рыболовство, да, уже если кто-то взял в аренду, то уже другой не может прийти и ловить. Поэтому уже Верховный суд высказался. То есть это будет уже незаконно. А вот прийти отдохнуть, посмотреть на воду, так скажем, да, это не возбраняется. Поэтому обеспечить свободный доступ, не занимать береговую полосу, чтобы она была свободная, не проводить работы, запрещенные в водоохранных и прибрежных защитных полосах, там распашка земель, установление каких-то построек, которые вредят окружающей среде. Этого делать нельзя. Береговая полоса свободная, это должно обеспечиваться. Это не значит, что предприниматель не может взять в аренду этот участок, даже береговую полосу он может взять и в аренду. Запрет на собственность береговой полосы. То есть забор поставить нельзя, но можно смотреть, чтобы люди загорали, но удочки не закидывали, да, в мой пруд с карты камп. Да, 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 да. Но вопрос, и забор тоже не в береговой полосе. Не просто, да, очень много на самом деле нюансов, которых даже человек, наверное, не догадывается до тех пор, пока не займется этим делом. Много вообще у нас предпринимателей, которые хотят работать, да, с доступными недрами, с вот такими вот вещами, пруды, земли. Ну вот я говорю, что в последнее время стало чуть больше, потому что и вот есть поддержка правительства Чувашской Республики финансовая. В том числе и они видят, как, в принципе, этот вид бизнеса и у наших коллег в соседних регионах развивается. Ну и, соответственно, видимо, есть спрос на рынке и на рыбу, и, соответственно, на отдых. Но самое главное здесь что? Понять, что сложного-то ничего нет. Начать нужно заниматься этим делом, а мы будем помогать. Спасибо, я напоминаю, мы говорили с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Чувашской Республике Александром Рыбаковым и Чуваксарским правоохранным прокурором Ириной Бородиной. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»